Уважаемые родители! Мы снова в нашей студии и мы продолжаем разговор о реабилитации детского церебрального паралича, о реабилитации детей с такой тяжелой патологией. И сегодня мы поговорим в продолжении темы о том, что вы можете делать и должны делать для ребенка, дабы его побыстрее восстановить. Значит, еще раз повторюсь, что все то, что я говорю, то, что вы делаете, оно не подменяет работу специалистов, оно ее дополняет. Поэтому то, что вы будете делать, специалисты, как правило, не делают. Поэтому задача этих движений, этих манипуляций, она целиком и полностью лежит на вас и зависит от того, что вы делаете. Значит, прежде чем я вам покажу те упражнения, которые вы можете делать, несколько общих моментов. Значит, вы должны понимать следующее. Во-первых, все упражнения делаются очень плавно. Не должно быть никаких рывков, толчков, резких каких-то ваших действий. Все должно быть очень плавно и очень медленно. Это первое. Ну, как говорится, ласково и нежно вы работаете со своим ребенком. Момент второй. Количество упражнений, количество подходов, как называется, оно, в принципе, может быть неограниченным в течение дня, но они должны быть, вот эти подходы, они должны быть строго дозированы. Время суток, когда вы работаете с ребенком, оно не имеет значения, имеет значение другое. Вот я вам советую уже из чисто практического опыта, что лучше всего это делать в определенное время. Потому что организм, он, вот, живой, он привыкает, и мышцы уже, и мышцы, и кора, и нервы, они уже ждут, что вот сейчас с ним будут заниматься. Поэтому лучше всего выбирать реально то время, когда вы можете максимально постоянно заниматься с ребенком. Дальше, количество упражнений в одно время, в одно занятие, вы начинаете буквально с мизера. То есть вы делаете буквально два-три движения и переходите к следующему. Постепенно вы увеличиваете количество движений, количество подходов, и делаете, доводите их, ну, вот я скажу, на каждое упражнение до максимума. Но увеличивая буквально по одному, в два, в три дня. То есть не надо делать сразу, ой, вот, обрадовались и на полную катушку. Все должно быть очень-очень постепенно. Если вы чувствуете, что ребенок устает, каким образом? Он начинает капризничать, он начинает протестовать, то сбавьте, вверх, закончите на сегодня. Вот, во-вторых, и либо сбавьте нагрузку. То есть если вы делали, скажем, пять подходов, и он начинает капризничать, протестовать, сопротивляться, сделать там три, допустим. Через два-три дня опять увеличите на один и так далее. То есть все должно быть очень постепенно. И очень большое внимание вы уделяете непосредственно тому, как ребенок реагирует. Он должен реагировать, то есть ему должно быть комфортно, приятно. Если что-то не так, значит, вы либо прекращаете и повторяете это через несколько часов, либо возвращаетесь к этому на следующий день. Сколько таких вот подходов вы можете осуществить в течение дня? Ну, в конечном итоге, то есть опять же постепенно, да, сначала один раз в день, потом можно два, потом можно три. Максимум вы это делаете до пяти подходов в день. Максимум. Больше не надо, это тяжело. Соответственно, те упражнения, которые я вам буду сейчас показывать, они ориентированы на возраст, начиная с новорожденности. Если по каким-то причинам то, что я буду показывать у ребенка, не получается, то есть он зажат или повышен тонус и не работает, то есть невозможно это сделать, то вы делаете это настолько, насколько возможно, стараясь увеличить вот эту амплитуду каждый день, постепенно увеличивая. Это, собственно говоря, и является нашей целью. Теперь давайте перейдем к упражнениям, нам наш Иванчик в этом поможет. Обратите внимание вот на него, я на нем буду показывать, и старайтесь уловить правильное то, что я говорю, но я еще буду рассказывать, поэтому как бы вот это сочетание даст вам возможность полноценно увидеть. Итак, упражнение первое. Что мы делаем? Ну да, еще один момент, который я упустил, это то, что все мы делаем на жесткой поверхности. То есть он должен лежать на столе, либо на кушетке, либо на пеленальнике. Постелить вы можете тоненькое одеяльце или тоненькую какую-то пеленочку. Ну, естественно, чтобы он был раздет, вот как наш Ванечка, чтобы температура в комнате была комфортной. Желательно перед упражнением, чтобы воздух был достаточно свежий, потому что вы будете ориентироваться и на его дыхание. Вот. И, соответственно, чтобы это было не сразу после кормления, ну, должен пройти хотя бы час, как минимум. Вот. Иначе просто может слигнуть ребенок. Итак, первое положение исходное. Ребенок лежит на спине, да, значит, насколько можно вытянуты руки. Не мешают они могут быть вверху или можете развернуть их в стороны. Главное, чтобы они не мешали и не может ими что-то делать, вот, или какую-то игрушку дать, неважно. Дальше. Ваши руки подводятся на подколенные ямки. Значит, что такое подколенная ямка? Я думаю, все знают, да, выемка под коленями ребенка сзади, да, под, где коленный сустав, под ним, да, значит, подводите, берете, сгибая ноги под коленные ямки, ну, Ванечке это так хорошо не получается, и дальше поднимаете ноги, сгибая их к животу, здесь задержались на несколько секунд, даже дошли до живота, просчитали раз, два, три, четыре, пять, и потом поднимаете ноги, ну, я переверну, но в процессе вам не надо будет это делать, поднимаете практически до ушей, да, сгибая ноги, стремитесь. Это может получиться не у всех, потому что очень часто есть гипертонус, но вам надо стремиться, да, и так, согнутые ноги, да, вот, подводите, согнутые в коленях, да, вы подколенные ямки их сгибаете, подводите к животу, и дальше вверх к плечам, и стремитесь к ушам, да, потом повернули, вернулись в исходное положение, что вы делаете очень медленно, да, вот, буквально раз, два, три, четыре, и делаем, раз, два, три, четыре, пять, паузу, и идём дальше, шесть, семь, восемь, девять, да, до конца доходим, и ноги сведены вместе, да, то есть, да, вот, и доводите их до, максимально до верха, и возвращаетесь плавно обратно, начинайте ещё раз, повторю, где-то с двух, кратность два упражнения, и каждый день увеличиваете на один, и доводите до пяти. Понятно. Переходим к упражнению номер два. Следующее упражнение – ребёнок лежит на животе, кладёте его так, как ему удобно, ручки тоже, как удобно, необязательно, они могут быть вверх, могут быть в стороны, могут быть там заняты чем-то. Дальше, значит, дальше смотрите положение ваших рук. Здесь будьте очень внимательны. Положение ваших рук, фаланги пальцев согнуты, и работаете вот этими местами, это как указка у меня сейчас, вот этими средними фалангами, да, вот две руки, дальше вы кладёте эти руки на грудной отдел ребёнка, вот таким образом, стоя, давайте я встану, кладёте стоя них на ребёнка, улавливаете его дыхание, вдох и выдох, и когда он делает выдох, очень аккуратно, вот здесь напоминаю, без резких толчков, плавненько, чуть-чуть, усилия должны быть очень небольшие, нажимаете на грудной отдел, делаете раз, два, три, четыре на выдохе и спускаетесь на пару сантиметров вниз, и делаете раз, два, три, четыре, не резко, не сильно, просто продавливаете, вот представьте себе, что у вас очень мягкая поверхность, перина, и вам надо чуть-чуть надавить на эту перину, сделать очень маленькую ямку. Акадий, наверное, можно сказать, что нужно надавить не руками, а переносить весь тело немного на... Да, 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 вы, да, вы как бы продавливаете, да, вы продавливаете, но делаете это не вот так, так, чтобы, да, сломать, а очень медленно, плавно, да, вот как будто вы, ну вот представьте себе, что вот у вас пластилин, и вам надо маленькую-маленькую ямочку в этом пластилине или в глине делать, и так вы доходите практически до копчика, плавно делаете, да, это берёт время, никуда не надо спешить, и после этого прошли, и после этого делаете 2-3 поглаживающие движения вдоль спины двумя руками, с одной и с другой стороны. Опять прошли, первый раз вы делаете 2 подхода, и дальше по одному подходу прибавляете до 5. Я надеюсь, понятно. Упражнение следующее. Значит, ребёнок лежит на животе, ваши руки, вы берёте его за одной рукой, правой, вы берёте его за 2 ноги, за голени, вот, голень, где косточки выступают, вот, от колена к стопе, вот этот участок, называется голень. Те, кто не в ладах с анатомией, плохо учился в школе, вот я объясню. Да, берёте вот так, правой рукой, левой рукой, левую руку кладёте на левую ягодицу, ладонь, на левую половину попы. И теперь смотрите, что вы делаете. Правой рукой, которая лежит на голени, держит 2 ноги, 2 голени, вы поворачиваете на себя, чуть-чуть, а левой рукой, которая лежит на левой ягодице, вы поворачиваете чуть-чуть вниз и в другую сторону. Вот, вот ваше движение. Одна направлена сюда, а вторая не даёт это делать. То есть вы разворачиваете вот так, да, лёжа. Не надо стремиться его повернуть, а надо стремиться, то есть у вас получается рычаг. Одна рука идёт на себя, на вас, а вторая рука идёт от вас и чуть-чуть вниз. Вот эти движения, ещё раз показываю. Вот он лежит, я разворачиваю сюда, а это не даёт делать. Это мы делаем с одной стороны, потом мы делаем то же самое, только наоборот. левой рукой вы берёте голени, правая рука на правые ягодицы, и мы разворачиваем уже от себя, правая рука идёт от себя, левая рука идёт, вернее, левая рука, левая рука идёт от себя, а правая рука идёт к вам и лежит на правой половине попы. То есть мы делаем то же самое, но в другую сторону. Надеюсь, понятно. Если что-то будет непонятно и возникнут вопросы, то вы, пожалуйста, сообщите, давайте мы что-нибудь повторим или покажем ещё раз более внимательно. Теперь, следующее упражнение, оно примерно такое же. Ребёнок лежит на правом боку, то есть лицом к вам. Опять же, положите ручки так, чтобы ему было удобно. Значит, ваша рука, левая рука, лежит на его левом, на его правом плече, то есть то, которое сверху, плечо свободное. Правая рука лежит на верхней части её, пояснице и попу, ладонь. Вот так вы кладёте. Вот. Вы положили. Вот рука лежит, и вторая рука лежит. И мы делаем такой тоже небольшой разворот, когда рука, которая на плече, толкает ребёнка от вас в сторону, а правая рука, наоборот, к вам. Вот вы делаете этот разворот. Опять же, повторяю, вы делаете это очень нежно, очень медленно, и буквально вот такими раскачивающимися движениями. Желательно это делать, когда ребёнок выдыхает. То есть вот он вдохнул, и на выдохе вы его чуть-чуть разворачиваете. Не надо его крутить сильно. Нежненько-нежненько разворачиваете. То же самое вы делаете с другой стороны, с другим боком, когда эта рука лежит здесь, на плече. Только мы делаем с другую сторону. Уже к вам рука идёт, другая, а правая рука толкает поясницу, ягодицу от вас. Вот эти упражнения вы можете начинать делать, и они будут являться очень хорошим подспорьем для вашего ребёнка, потому что все эти упражнения, они являются физиологическими. То есть, ну, такой... Спросите, почему именно такие движения, почему это так делается? Это повторяет движения, которые ребёнок осуществляет в процессе родов. И то, что у него получилось плохо по каким-то причинам, и явилось нарушением. Этими упражнениями вы как бы перепрограммируете его организм на то, что вот сейчас это получилось правильно. И в совокупности с теми манипуляциями, которые проводят специалисты, эти упражнения помогут коре головного мозга, мышцам, нервам, органам ребёнка включить правильную правильную работу, правильные, как говорится, мысли на то, как ребёнок должен развиваться. И эти моменты ускорят восстановление ребёнка. Ну, на сегодня пока всё. Спасибо за внимание. мы ещё вернёмся, и в следующих лекциях мы продолжим говорить о мероприятиях, о действиях, которые помогут вашему ребёнку быть здоровым и счастливым. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова